Нарушение правил благоустройства прокуратура Чуваши зафиксировала в Янтиковском и Урмарском районах. С жалобами на отсутствие света и площадок для мусора обратились жители сельских поселений. Спустя месяц после их обращения мы выехали на место и узнали, как изменилась ситуация. Этот красноречивый контейнер на выезде из Янтикова. Металлический бак и мешки – вымирающий вид. Здесь они, очевидно, на чьей-то личной территории. Общественные места сбора мусора приводят в нормативный вид. Так, в Турмышах все площадки для сбора твердых коммунальных отходов обновили буквально за месяц. Мы этого очень давно ждали, конечно. Давно ждали. Сейчас мы видим только чистота вокруг площадки. Но это, наверное, зависит и вовремя увозит у нас мусор. Так здесь было не всегда. Жители ждали, платили, а когда терпение лопнуло, обратились в прокуратуру. На еженедельном личном приеме прокурора по видеосвязи турмышевцы жаловались на отсутствие нормативных площадок для мусора. Прокуратура проверила и вынесла представление об устранении нарушений. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении администрации сельского поселения установить правильные контейнерные площадки для вылаза твердых бытовых отходов. И в настоящий момент суд встал на нашу сторону, и администрация также согласилась с этим. И по требованию прокуратуры в настоящее время эти контейнерные площадки установлены, и они соответствуют необходимым требованиям. Какие закупать евроконтейнеры и как оборудовать площадку, руководство сельского поселения решает само. Главное, чтобы баки были закрывающимися, стояли на твердой площадке с ограждением, а общая стоимость с установкой не превышала 29 тысяч рублей. На данное время у нас площадки хватает для нас, на нашей территории. Если население будет недовольно тем, что именно площадка находится на этом месте, они у нас мобильные, мы можем поднять манипулятором и переставить ее в другое место. В соседнем районе Урмарском нарушение правил благоустройства зафиксировали в деревне Арабоси. Жители негодовали, что более 10 лет часть улицы Николаева оставалась без света. При том, что опоры для уличных фонарей стояли еще с советских времен. Своими карманами фонарами ходили, потому что не было света. У меня электричка в Урмархе, я выхожу 4 часа утра, для меня это очень нужен свет. Ну, было раньше, когда колхозы, советские времена, был свет, у нас всегда он горел, но потом же другие времена настали. Ну, вот сейчас опять вернусь к свету, все хорошо. Я лично довольна. Сейчас носить фонарик надобности нет. Уличное освещение включается в 5 вечера. На протяжении всей улицы Николаева, а на почти километр светло. По предписанию прокуратуры, руководство деревни должно было установить лишь 3 фонаря с одного конца. Но дополнительно сеть протянули и на оставшуюся часть улицы. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.